Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор доллара-рубля. Значит, сейчас заканчивается, ну, закончилось 29-е, уже 30-е число. Что, собственно говоря, произошло за этот день? Ну, S&P 500, начинаем опять с американского рынка, да, как основу для того, чтобы определить дальнейшую ситуацию с курсом доллара. Он в итоге продолжил падение свое, что, в принципе, ожидалось. В принципе, ждали 4 тысячи, но он чуть-чуть приподнялся за 4.35. Почему? Объясню, потому что завтра выходит данные число по открытым вакансии на рынке труда. А мы как знаем, что это именно те данные, на которые будут, собственно говоря, опираться ФРС, то есть ПАУЛ непосредственно в том числе. Вот, и индекс доверия потребителей. Это те данные, которые по факту, ну, как бы покажут уже, что происходит дальше у нас в американской экономике, да. То есть есть все-таки замедление, начинается та самая рецессия, которую ПАУЛ хочет спровоцировать для того, чтобы бороться с инфляцией, или нет. Многие там пишут в комментариях, что рецессия уже давно есть, ее признали. Нет, господа. Те данные, которые выходят, они четко показывают, что рецессии нет. Когда рынок труда растет, когда рабочие места создаются в большем количестве, когда у вас пособия по безработице падают, когда зарплаты растут, когда та инфляция, которая существует, переходит на потребителя. И потребитель при этом не сильно, по крайней мере сейчас, не сильно у них падает потребление. То есть фактически инфляция переходит на потребителя. То это, господа, не рецессия. Рецессия, это, конечно, техническая, как ее называют, когда два квартала подряд идет понижение. Но на самом деле, если смотреть по данным, которые происходят конкретно сейчас, они показывают, что на самом деле американская экономика далеко не находится в рецессии. Именно этого Павел как раз и боится, чтобы не дальнейшего не было возникновения риска увеличения этой самой инфляции. А задача опустить, естественно, к 2%. Более того, смотрите, я сейчас подключил еще один параметр, который тоже буду показывать. Значит, смотрите, помимо американского рынка, мы еще теперь будем смотреть за облигациями. Это 10-летние бонды и 2-летние. Обратите внимание, 2-летние бонды идут в рост на 3,43, 3,50. И они, в принципе, если мы посмотрим на цели, продолжают свое движение вплоть до 3,7% доходности. Доходность идет и продолжает расти. То есть это говорит о том, что, конечно, это все на рынок давит, на американский. И, естественно, когда доходность бондов начинает превышать риски, которые можно получить на непосредственно рынке, то, естественно, все начинают перекладываться в облигации. И, естественно, на рынке начинается отток инвестиций, что, собственно говоря, мы и видим. Десятилетки продолжают тоже догонять постепенно двухлетки. То есть они уже приближаются к 3,100, 3,150. В эту зону они скоро выйдут. Это надо учитывать. Поэтому сейчас именно то, что происходит в данный момент, говорит все о том, что, безусловно, политика ФРС, она будет продолжать производить ужесточение. Смотрите, как это может повлиять на доллар-рубль. Если завтра выходят данные по рынку труда, и они, собственно говоря, показывают, что они увеличиваются, то это будет говорить о том, что ФРС, естественно, воспримет это как, собственно говоря, отрицательный момент. И рынок это будет воспринимать как, соответственно, вероятность повышения ставок. Что произойдет с долларом-рублем? Скорее всего, мы пойдем тогда укрепляться в район 61. Вот мы видим, что у нас закрытие было 60.40. Соответственно, если завтра выходят данные по рынку труда, что он продолжает увеличиваться, и то есть новые вакансии продолжают увеличиваться в количестве открытых, соответственно, мы увидим вероятность подъема в район 61. Вот этот сценарий, который я вам рисовал, мы его, как мы уже договаривались, на 4 дня определили, то есть на неделю, и вот, собственно говоря, завтра посмотрим. Если данные покажут, что все-таки индекс, допустим, открытых вакансий, во-первых, на рынке труда, начнет, наоборот, снижаться, то есть их будет сокращение, тогда есть вероятность, что мы просто, скорее всего, останемся в этом диапазоне. Ну, 60, я думаю, сейчас будет все равно оказываться уровнем поддержки, а вот такие вот коррекции на 58, 50, 7, 50, да, я думаю, пока, скорее всего, естественно, и не будет. Также завтра выйдет индекс доверия потребителей, он тоже может оказать определенное воздействие, но гораздо меньше, конечно, чем, собственно говоря, открытые вакансии. Поэтому будем завтра за этим всем наблюдать. Вероятность возврата на 61, уже подъем, я не исключаю, потому что вакансии, скорее всего, могут продолжать увеличиваться. Последняя, скажем так, динамика, она была положительной, да, то есть у нас получалось как, вот прогноз сейчас на 11, факт был 9,698, то есть не совсем, там буквально чуть-чуть было изменения, даже, скажем так, в отрицательную зону. Но на самом деле, как мы видели, непосредственно по рынку труда, вот, например, в день и сельскохозяйственном секторе данные, они показали, что наоборот было увеличение в два раза. Сейчас посмотрим, что будет здесь. Здесь пока динамика есть, негативная, да, небольшая, но все равно она, как бы, скажем так, неустойчивая, то есть ситуация может довольно быстро меняться. Посмотрим, что покажут завтрашние данные. Если посмотрим дальше, непосредственно на нефть, то она, как мы видим, тоже начинает укрепляться. Как я и говорил, 102-104, это вот тот диапазон, куда нефть может прийти. И здесь, как бы, тоже завтра будут данные, непосредственно недельные запасы сырой нефти по данным американского института, но это будут не официальные, так называемые, данные, они будут предварительные. Они покажут, возможно, там, какие-то, скажем так, динамику, но в целом, естественно, которые будут официальные, они уже будут в среду. Они могут немножечко, скажем так, отличаться. Бывает даже и не немножечко. Бывает достаточно серьезно, они, бывает, отличаются. Поэтому этот надо тоже момент учитывать, но, скорее всего, конечно, котировки на это могут отреагировать. И я думаю, что в район 104 мы подняться можем, потому что, как показывали данные последние, скажем так, они показывали все-таки минусовую динамику, достаточно серьезную. То есть спрос восстанавливался по нефти. Так что посмотрим, что будет. Но в целом, как бы, это тоже может, естественно, оказать небольшое давление. Но, правда, на доллар-рубль, поддержку доллар-рубля, я думаю, сильно это не окажет. Потому что, как мы видели в последнее время, достаточно нефть не очень сильно влияла на изменения по курсу. И в данной ситуации, еще раз говорю, укрепление будет достаточно, скажем так, умеренное. То есть в лучшем случае там где-то до 104. Так что, в принципе, ситуация у нас по большому счету не поменялась, если мы посмотрим здесь. То есть у нас получается 61 середина коридора так и остается. Ждем, естественно, попытки пробоя сюда. И это очень многое можем, скажем так, повлиять на непосредственно завтрашнюю статистику, которая будет выходить по рынку труда. Но основная все равно статистика, господа, я напоминаю, она будет все равно в пятницу. Завтра будет статистика, так называемого этого JOLS, это вот число открытых вакансий на рынке труда. Но занятые не сельскохозяйственным сектором, это будет пятница. Вот этот будет самый главный параметр. Вот то, что выйдет завтра, это, скорее всего, будет такая реакция, достаточно, ну, даже, скажем, на рынке будет рейнджевая, а непосредственно по доллару-рублю, еще раз говорю, вероятность будет попытки, например, подняться в район 61. Сильных каких-то колебаний все равно я пока не жду. Так что посмотрим завтра, какие будут данные. Будем ждать, безусловно, пятницу. А на сегодня, господа, все. Ждем подъем в район 61. Еще раз напоминаю, кто интересуется не только долларом-рублем, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, трейдер аналитикс, это ссылка. Вот, вы там сможете посмотреть не только инструменты, связанные конкретно с долларом-рублем, мы рассматриваем и российские акции, и иностранных компаний, также всевозможные и фьючерсы, и все, что угодно. В общем, все, что вам интересует, вы можете найти в нашем канале. Если что, можете участвовать даже там в прямых эфирах. На этом, господа, все. И до завтра.